Материнский капитал попал под усиленный контроль правительства России. Преступники нашли новые схемы незаконного обналичивания сертификатов. И могут появиться дополнительные основания для отказа в распоряжении средствами. Например, семьям, желающим взять займ на покупку жилья не в банке, а в так называемых иных некредитных организациях. К слову, приобретение квадратов – самый распространенный вариант использования маткапитала. Об этом узнала Екатерина Кальченко. Каждый будний день семьи Божуковых начинается именно так. Мама Саша, Артемка и двухгодовалый Шурик. Пешком идут в детский сад. Отправить туда младшего вынудили обстоятельства. После развода Александра сразу вышла на работу. Не залезать в долги помог материнский капитал. Поддержка большая за двух детей в садик оплата. Ежемесячно и без дополнительных услуг около пяти тысяч. Ну, четыре где-то с чем-то. А с дополнительными? С дополнительными. Ну, плюс каждому по полторы тысячи. Это так. Чтобы оформить документы, ушло всего 10 дней. Оплатить можно как год, так и весь период нахождения ребенка в детсаду. При этом неважно, в частный или государственный садик ходят дети. Новая услуга с начала года воспользовались около 250 семей региона. Единственное условие – пенсионный фонд не перечисляет деньги индивидуальным предпринимателям. Но чаще всего тюменцы материнский капитал пускают на жилье. После рождения второго ребенка тюменка Ирина с мужем поступили именно так. Выбора не было сразу у нас ипотека. Ипотека у нас большая, поэтому надо как-то расплачиваться побыстрее хочется. Теперь у них собственная квартира. И хотя они должны банку еще 2 миллиона рублей, маткапитал стал серьезным подспорьем. Минус ежемесячного платежа, минус 5 тысяч примерно будет. То есть это существенно скажется на семейном бюджете. Об индексации материнского капитала мечтают многие. Последний раз выплату поднимали 3 года назад. Больше всего повезет тем, кто получил сертификат, когда программа только начинала действовать, но пока не потратил деньги. Если у вас в седьмом году был получен сертификат в размере 250 тысяч, вы не воспользовались, либо воспользовались частично, у вас сумма проиндексировалась, либо у вас 453 тысячи, 6 рублей на остатки, либо с учетом индексации остаток. А после 2021 года он может стать 489 тысяч рублей. С предложением уже выступил министр финансов Антон Силуанов. Екатерина Кальченко, Владимир Кондратьев. Тюменское время.